Италия Лацио и Ювентус, Ювентус и Лацио. Будем наблюдать мы, Андрей Лаврентьев, один из лучших, если не лучший эксперт в том, что касается итальянского футбола на стране и комментатор Владимир Стагниенко. Добрый вечер. Ну и такой банальный, Андрей, вопрос и короткий. Почему именно этот кубок? Что в нем особенного в этом розыгрыше кубка, в розыгрыше кубка этого года? Иначе говоря, почему ни в коем случае нельзя пропустить финал кубка? Ну, мне кажется, прежде всего потому, что две наиболее ярких играющих команды встречаются в финальном матче. Это справедливо, что обе они дошли до финала. Ювентус и Лацио. Мы сейчас видим их на экране. То, что в полуфиналах они выбили не менее принципиальных соперников, это тоже подтверждает. Да и то, что вообще отношение к кубку среди итальянских команд, как маленьких, так средних, так и грандов, стало совершенно другим. И заполненный Олимпик, ажиотаж вокруг этой игры, который царил, наверное, на протяжении последних нескольких недель, свидетельствует об этом. С Лацио понятно. Лацио борется за место в Лиге чемпионов. И здесь завоевает трофей. Это будет прекрасно. Кстати, обратите внимание, насколько у Ювентуса в кубке неважная статистика. Именно с Лацио за последние 25 лет Ювентус сумел Лацио выиграть только один раз. Просто такой вопрос. Почему это особенно важно Ювентусу, который уже завоевал чемпионский титул и скоро попробует стать лучшей командой Европы в финале Лиги чемпионов? Ювентусу это нужно, потому что Ювентус жаждет повторить успех Миланского Интера в пятилетней давности, когда Интер выиграл все три трофея. Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Шанс такой есть. Почему бы не попытаться им воспользоваться? И начать надо с кубка. Точнее, продолжить надо кубком. Давайте вспомним, что же происходило на ранних стадиях розыгрыша Кубка Италии. Итак, 1-8 финала. Это противостояние Ювентуса и Вероны. Мы видим, как Джовинко забивает свой мяч. Кстати, он два раза отличился в той встрече. А всего туринцы отправили в ворота соперника шесть мячей. Вот это Кингсли Коман. Молодой француз забивает еще один раз. Тяжело было Вероне. Тем более, сразу после этого она играла в чемпионате и проиграла Ювентусу вновь. Далее, следующее противостояние. Прошлогодний финалист. Фиорентино встречалась с Аталантой. Дубль Марио Гомеса. Победа Фиалок со счетом 3-1. Марио Гомес становится кубковым футболистом. В чемпионате ему не удается играть часто. А вот в кубке он забивает много, в том числе и Ювентусу год назад. Торина против Лацо. Это по-прежнему матч 1-8 финала. Наш сегодняшний финалист Лацо и Торина, который уже нам знаком даже тем, кто не сидит регулярно за серия. Ну, хотя бы по Лиге Европы туринцы играли с «Зенитом». Мы это помним. За счетом 3-1 выигрывает Лацо. И нам показывают мячи. Кита забивает. Ну и Мирослав Клозе. Супер римский ветеран. Чемпион мира. Рекордсмен кубков мира. Отличается тоже. Дальше. Наполе-Удинезе. Встреча, в которой пришлось прибегнуть к 11-метровому. Здесь Алан не забивает пенальти, а Игуаин чуть позже наносит точный удар. И дальше проходит Наполе. Что говорит, видимо, о том, что Алан столько бегает на поле, что после 120 минут на пенальти его уже не хватило. И, пожалуйста, посмотрите результаты других поединков, как сыграли на этой стадии в 1-8 финале. Именно с этого раунда стартовали гранты. Далее четверть финала. Милан, который симпатичен Андрею, проигрывает Лацо. Это Альбертация. Судья назначает 11-метровый за игру рукой. Два раза в одном эпизоде рукой умудрился сыграть Альбертация. Видимо, со второго раза арбитр уже не мог пощадить Милан. Хотя Милан очень надеялся на то, чтобы продвинуться в кубке как можно дальше. Ювентус против Парме. Еще один четверть финал. И здесь Ювентусу приносит за успех один-единственный мяч, который на счету Альвара Мараты. Надо заметить, что Марата и Лоренто очень неплохо играли в кубке. Но Марата сегодня не будет. Он дисквалифицирован. Следующий матч. Рома Фиорентина. Фиорентина, которая немалую шороху наделала в этом году, а в Лиге Европы оказалась сильнее римского клуба со счетом 2-0. Фиалки вновь два мяча забил Бонис. Но это, разумеется, был не последний клуб. Победитель с громким именем еще один четверть финал. И вылетает еще один миланский клуб на сей раз благодаря мячу, который на счету Гонсало Игуаина. Наполе выбивает Интер. Хотя, в принципе, у Интера шансы были, чтобы забить. Но вот здесь, например, Маура Икарди породил штанг. Вот он мяч, Гонсало Игуаина. Победный мяч. Итак, четыре полуфиналиста выиграли кубок 26 раз, если сложить завоеванные трофеи. Ну и Ювентус давным-давно, 20 лет команда не выигрывала кубок. Ювентус надеялся на дальнейшее продвижение. Полуфинальная стадия здесь, начиная с полуфиналов, уже команды проводили друг с другом по два поединка, по два матча. Мы обязательно увидим. Андрей, все-таки заканчивая вот эту историю про туринцев, и так хотят также сделать туринцы хит-трик, как это недавно сделали Интер. Да, триплету, как говорят итальянцы. Очень серьезно Ювентус настраивается на этот матч. Тем более, что у команды прекрасное настроение. Команда совершила фактический подвиг, ибо никто не ожидал Ювентусу увидеть в финале Лиги Чемпионов. У Ювентуса нет никаких турнировных задач в чемпионате, поскольку давно уже чемпионат выигран. Поэтому сегодня Ювентус будет, пусть и не в оптимальном составе, мы знаем, что в воротах Ювентуса в кубке играет Старари, есть дисквалифицированная, помимо уже названного Марата, это Маркизио. Тем не менее, будет стремиться Ювентус победить. Итак, вернемся к полуфиналам, и мы начинаем с противостояния Лацо. И на поле первый поединок. Мирослав Клоза выводит вперед свою команду. Однако, на поле находит в себе силы ответить, и делает это габьедине. 1-1. Тем временем, Ювентус принимал дома Фиорентину, и уступил со счетом 2-1. Мухаммед Салах, наверное, один из самых ценных игроков футбольной Флоренции, открывает счет в этой встрече. Проиграл ему забег Симона Падаина, а вот и Лоренто. Да, точный удар головой в дальний и нижний угол, и счет в результате сравнивается 1-1. Однако Салах не успокаивался, и чуть позже забил еще один мяч, оказавшийся победным. В какой-то мере, наверное, сюрприз был в том, в первом. Конечно, а вот и Флоренция, прекрасный город. Один из красивейших в Италии и на планете. Показывают нам Понте Векио, показывают Давида Микеланджело, показывают площадь, где галерея Уфица располагается. В общем, Флоренция, как она есть, где очень красиво и очень много туристов. И очень любят футбол. И стадион Артемио Франки, где принимает своих соперников Фиорентино. Вот что говорит главный тренер Винченцо Монтелло о Кубке Италии, о том, что происходит в этом сезоне. Он говорит о том, что Кубок стал более важным соревнованием, что репутация крепнет год от года, и он считает, что раньше клубы так высоко Кубок, важность Кубка не ценили. Ответный матч мы с Андреем комментировали. Андрей, если коротко, Ювентус разгромил Фиорентино. Что стало, как тебе кажется, главной причиной такого успеха туринцев? Мне кажется, что Ювентус с первых минут матча доминировал, играл первым номером и не стал откладывать вопросы на потом. Да, Фиорентино атаковало первые 5-7 минут, ведомые теми самыми болельщиками, которых мы видели только что на экране. Но потом преимущество перешло к Ювентусу. И вот Александра Матри. Александра Матри еще один мощный нападающий. Их в Ювентусе достаточно много. Появившийся в стартовом составе, а именно Александра Матри в итоге и открыл счет. Кроме того, безобразная игра футболиста Фиорентино в обороне. Вот мы видим, как сначала бьет футболист Ювентус, а потом Перейра добивает практически без помех. А вот и Бануччи, которого никто не держит на угловом. Ну, кто-то держал его, но не помешал Бануччи пробить. И один из своих характерных голов забил Леонардо. Тем не менее, потери у Ювентуса в этом матче были. Альваро Марата получил красную карточку, покинул поле. И один из главных героев успехов Ювентуса в Лиге чемпионов пропустит финальный поединок для Ювентуса. Это, конечно, серьезная потеря. Мы очень хорошо провели эту встречу, считает Джорджо Келлини. Хорошо играли с самого начала, оставались очень спокойными. Но при этом играли мощно, показывали буквально огненную страсть, потому что нам очень нужно было победить. А вот слова Александра Матрия. Конечно, добиться такого результата, понятно, что это не могло быть простым. Тем более, что мы неудачно провели первую встречу. Но мы были уверены в своем успехе. Неаполь. Везувий на наших экранах. Один из наиболее живописных видов этого города. Считается вообще, что у Неаполя не очень хорошая репутация, в смысле чистоты и уличной преступности. Это некий штамп или все-таки это правда? Это штамп, хотя определенная доля истины в этом есть. Все зависит от того, где проводят время туристы, чем он занимается. Рафаэль Бенитес говорит, что завтра мы играем с Латсо, мы сделаем все, что показать в финале. Это будет для нас серьезное достижение, если мы добьемся успеха. Ну и, наконец, в Неаполе футбол обожают и благотворят. Нет сейчас уже в Неаполе Диего, Армандо и Марадоне. Но футбол здесь очень любят. Сан-Пау – это настоящий эффект, это плюс для нашей команды. Когда наша клуб играет на этой арене, мы добавляем силу нашим футболистам. И когда мы собираемся в седьмете, чтобы посмотреть матч, мы чувствуем, как наша страсть, она трансформируется в энергию передающуюся команде. С характерным неаполитанским акцентом сказал этот юноша, который, однако, был разочарован исходом ответного полуфинального матча и мы сейчас увидим, почему. А у неаполитанцев достаточно хорошо заметен акцент? Ну, юноша говорил достаточно разборчиво, потому что люди старшего поколения иногда говорят так, что разобрать их практически невозможно. Наполе много атаковал, и нельзя сказать, что 1-1 в первом матче команда пыталась отстаивать. Но Филипп Андерсон, проход, первый его навес и удар, который наносил Лулич, не привел к взятию ворот. Латцу нужно было забивать. И вот практически повтор комбинации, но на этот раз кросс низом, и Лулич играет на опережение. Прекрасный гол, мне очень нравится. Мало того, он еще там в концовке, если нам сейчас покажут, именно Лулич здорово отработал в обороне. Вот, посмотрите этот эпизод. Вернулся к своим воротам баснеец и в последний момент прервал передачу Лоренцо Инсини. В итоге 1-0, и Латца выходит в финал. Мы показали характер, мы были сильны ментально, считает тренер Латца Стефано Пиоли. Мы знали, чего нужно ждать от соперника, мы знали, как добиться успеха, но именно наш характер позволил нам победить. Ну и слово Сенаду Луличу. Конечно, здорово, что мы выиграли этот матч, но пока мы еще не победили. Мы только вышли в финал, мы будем наслаждаться моментом, если сумеем завоевать трофей. Говорит полузащитник Лассо и сборной Босни. Итак, вот таким он был, путь к финалу, но и сейчас уже команды готовятся выйти на поле. Мало того, мы уже знаем стартовые составы, мы их чуть позже обязательно зачитаем. Я только задам Андрею вопрос. Андрей, как ты думаешь, вот глядя на эти составы, можно попробовать угадать, в какого типа футбол сегодня будут играть соперники? Я думаю, что позитивный момент Лассо и почему его интересно смотреть в этом сезоне для всех и болельщиков Лассо и независимых наблюдателей, связан с тем, что команда старается не подстраиваться под команду, против которой она играет. Я до сих пор помню очень впечатляющий первый тайм игры Лассо и Рома, где Лассо буквально смял на поле соперника Рому. Да, они играли на том же стадионе, но Рома была номинальным хозяевом и 80% болельщиков было за Рому. Но нам напоминает, что Ювентус дважды уверенно выиграл Лассо по ходу сезона. Ты знаешь, вот в этом, мне кажется, определенная опасность есть для интриги сегодняшнего матча, потому что не подстраиваясь под соперника, Лассо предлагает открытый футбол Ювентусу с тремя ярко выраженными футболистами линии атаки Андерсоном, Клозой и Кондревой. И вполне возможно, что более мастеровитый Ювентус, более солидный Ювентус сможет также на ноль обыграть Лассо, потому что у Ювентуса есть потери в составе, но у Ювентуса игроки, которые способны заменить тех, кто отсутствует без всякого урона для коллективной игры. Итак, нет Буфона, он в запасе. В кубках традиционно играет Марко Старари, и он сегодня также в стартовом составе. Нет, кроме того, Марата, в этом нет ничего удивительного, он дисквалифицирован, вместо него в стартовом составе появляется Фернандо Лоренте. Ну и давайте посмотрим на состав Лассо. Что здесь неожиданного? Сантьяго Джентилетти, игрок, которого еще неделю назад никто не видел, как адекватную замену центральным защитникам, с которыми у Лассо наметились проблемы. Но мы видим, что Маурисио в запасе, Наваретти в запасе, а играет Джентилетти, который забил единственный победный гол в ворота Самбдори и принес ценнейшие три очка Лассо, которые могут очень помочь команде в борьбе за место в Лиге Чемпионов. Показали нам сейчас Песопта. Отрадно видеть его веселым, учитывая все эти кошмары, которые были у него в прошлом. Но и все-таки, в чем сегодня, мы понимаем, что Ювентус фаворит в любом случае, в чем сегодня надежда Лассо, Козырь Лассо. Может быть, в каком-то элементе игры и преимущество Лассо? Что касается Ювентуса, то очевидно, и 3-5-2, которые выбрал сегодня Массимилиано Аллегри. Борца Леки, Ильини Бануччи, та тройка центральных защитников, которых очень любил, ценил и использовал практически на 100%, а может быть, иногда и больше Антонио Конте, потому что за ним водилось использовать футболистов больше, чем на 100% умел он их мотивировать. Два игрока, которые будут играть по флангам Лихштайнера и Евра, три центральных полузащитника Видаль, Пир, Лапагба и Тевис, Лоренте. Вот мне видится, что у Лассо есть шанс в том, что если Ювентус перестроился на игру с четырьмя защитниками, которую чаще использовал Аллегри в последние матчи, в том числе и в Лиге Чемпионов, вполне возможно, вот два крайних нападающих Лассо, Андерсен и Кондрео могут использовать те свободные зоны, которые будут оставаться из-за того, что сегодня не четыре защитника, а три. Мы, собственно, видели, как на эту схему оба раза Ювентус перестраивался по ходу игры с Реалом, оба раза Борзали выходил на поле, после чего Ювентус переходил на игру в три или пять защитников, я не знаю, как правильнее сказать. Конечно, и надо отметить, что в обеих встречах Ювентус переходил на эту схему, будучи полностью удовлетворенным тем счетом, который сложился, по-моему, к 70-й примерно минуте, когда Борзали появлялся на поле. И здесь очень интересно, что Марчелло Липи, к интервью которого мы, наверное, еще сегодня вернемся, сказал, что Борзали ценнейший игрок, несмотря на свои проблемы со здоровьем и возрастом для Массимиляно Аллегри, поскольку именно он позволяет Аллегри в любой момент времени свободно переходить на 3-5-2 или на 4 защитника. То есть, такой 12-й игрок, назовем его так. Но как ты думаешь, если бы Маркизио мог сегодня играть, стал бы переходить на эту схему или все-таки насытил бы еще центр поля таким работоспособным человеком, как Маркизио, и вновь выбрал бы схему в 4 защитника? То есть, иначе говоря, это вынужденное изменение тактики или изначально так задумывалось? Я с тобой полностью согласен. Думаю, что Олегри шел от тех исполнителей, которыми он располагал как старт на сегодняшний матч. То есть, если бы все были здоровы и не дисквалифицированы, то, я думаю, было бы 4 защитника, 3 тех же полузащитника плюс Маркизио. Видал играл бы под нападающими. Ну, а Лоренто свободно меняет Марату. В этом плане они, на мой взгляд, взаимозаменимы. Хотя Марата, конечно, сыграл выше всяких похвал и имеет прекрасную прессу в Италии по итогам полуфиналов Лиги чемпионов. Помимо Джентилетти, еще есть совсем молодой Данила Катальди. У Лацо, в общем, так довольно смело использует молодых футболистов, главный тренер команды. Да, Стефано Пиоли в этом плане человек, который нельзя сказать, что он прям упивается работой с молодыми футболистами. Но то, что если есть футболист, который может выйти в составе и составить конкуренцию тем футболистам, которые присутствуют, то он выходит. Катальди имел проблемы со здоровьем до января этого месяца, но потом он как раз нашел себе силы восстановиться, начал стремительно отвоевывать позиции. К тому времени основные полузащитники Лацо немножко подустали. Вот, кстати, и Марчелло Липи, недавно упомянутый нами. И Маркизио, который тоже был только что упомянутым нами. Мы практически присутствуем на стадии Олимпика, хотя и находимся в Москве. Так вот, Катальди – это футболист, которого газета Делоспорт обозначила как одного из двух 20-летних, которые в этом году стабильно играют в основном составе. Второй – это Даниэль Ругани из Эмполя, то есть тоже одна из звезд и одно из открытий нынешнего чемпионата. Поэтому я предлагаю последить сегодня за Данила внимательно, ну а потом несколько слов скажем о том, кто он, откуда и какие цели ставит перед собой этот юноша. Если с Ювентусом все понятно, это сильнейшая на сегодня команда Италии. И тут давайте отбросим все эти разговоры, там, обезение при жеребьевке. Команда в финале Лиги Чемпионов, следовательно, одна из сильнейших команд Европы на сегодня. Просто по результатам самого важного турнира. Каким вообще словом можно охарактеризовать игру Латсу? Симпатичная? Я даже не знаю. Креативная, симпатичная, безусловно, выстроенная на футболистах, которые в этом году усилили команду. Прежде всего я говорю о Деврае и, надеюсь, сегодня Джентилетит нас также не разочарует. Марко Пароло влился в эту команду. Поэтому в начале сезона, когда эксперты обсуждали шансы Латсу, вот та компания приобретений, которую провел Игли Таре под чутким руководством и вдохновением Кладио Латита. Таре – это спортивный директор Латита, это президент клуба. Она дает свои результаты. То есть, мне кажется, это симбиоз удачной работы президента, спортивного директора, тренера и тех футболистов, которые оправдывают ожидания, возлагавшиеся Я так понимаю, что если Латсу выигрывает Кубок Италии, при этом сейчас завершает сезон в зоне Лиги Чемпионов, это однозначно сверхуспешный сезон для команды. Я думаю, что даже если произойдет одно из этих двух событий, команда, конечно, будет удовлетворена. Другое дело, что упустить в последний момент путевку в Лигу Чемпионов, пустив калификацию, это, безусловно, будет обидно. Потому что какое-то время назад отрыв от Наполя был приличный и весь вопрос был, кто будет вторым, а кто третьим, Латсу или Рома. Сейчас, с учетом того, что у Латсу остались две игры в понедельник, и об этом мы тоже скажем, почему в понедельник с Ромой и в последнем туре с Наполя на поле Наполя, все может произойти. То есть для Латсу фактически вот сейчас три финала сезона. И пожелаем команде удачи в этих матчах. Ну что же, совсем немного времени осталось до начала поединка на стадию Олимпико в столице Италии встречаются Ювентус и Латсу. Это финал Кубка Италии сезона 2014-2015. Финал, от которого мы вправе ждать многого. Если, например, наш канал транслировал прошлогодний финал, тогда играли Фиорентино и Наполи. И встреча запомнилась не только тем, что неаполитанские болельщики не позволяли начинать игру. Спасибо большое, кстати, Андрей, он тогда находился в Италии и любезно мне с помощью интернета сообщал самые последние новости, потому что мы тоже минут 40 просто висели в эфире, ничего не происходило. Но та встреча запомнилась еще и очень неплохим футболом, который команды показали в решающем матче. Будем надеяться. Во всяком случае, сегодня у нас на поле выйдут команды, которые очень-очень-очень неплохо себя... По-разному, конечно, в разных системах координат. Вот и Клаудио Латидо, кстати, появился. А вот и Иглетаро сидит слева от него. Я думаю, что многие есть, в общем, даже, наверное, болельщики достаточно молодые, которые помнят, как Иглетаро играл. Он долго очень играл в Италии, был нападающим таким мощным. В общем, играл довольно неплохо. Да, сейчас, правда, Иглетаро постигла небольшая неприятность. За 25 мая он номинально отстранен от обязанностей, от возможности представлять свою команду. И причиной стала очень экспрессивная реакция Иглетаро на результат матча с Интером, в котором у Латсо были удалены два футболиста, и в котором Латсо, имея преимущество в первые 20 минут, проиграл 1-2, но прежде всего из-за недостатка футболистов на поле. Посмотрим мы, как сегодня Латсо и Ювентус себя сумеют проявить, посмотрим, чего они добьются.